Ребята, всем привет! Вы на канале Бабушка Шошо Игры, и у нас история Пигги продолжается. Книга 1, глава 8, называется Карнавал. Мистер Картошка, тебе лучше быть готовым, потому что я пришла за тобой. Ой, смотрите какой у него тут парк, он должен быть где-то тут. Ой, записка, написано, если вы ищете безопасное место, то оно точно не тут, ТСП. Кто такой ТСП? Непонятно, но пока ничего опасного я тут не вижу, никого нет, правда все закрыто, немножко жутковато. Ух ты, смотрите какая комната со стеклянными стенами. Так, здесь сейф, и запоминаем, нужен будет зиль, зелененький, фух, желтенький, желтенький ключик. Здесь нужен голубой ключик, а почему в парке кладбище? Ой, ребята, смотрите, клоун, клоун какой страшный, ооо, что-то совсем перестал денечек казаться спокойным. Ребята, мне кажется, что этот клоун не хочет со мной дружить, он задумал что-то опасное. Он совсем не выглядит дружелюбно, знаете, как из фильмов ужасов, где клоуны охотились за людьми. Ребята, по-моему, фильм ужасов становится реальностью. И вообще, кто там прячется под этим костюмом? Может быть, это свинка Пигги? А может быть, это зайка превратилась в клоуна? Ребята, вы же помните, она выпила зелье и стала мутантом. Так, ребята, нам совсем не важно, кто там под тем костюмом, потому что этот кто-то за мной точно охотится, и нам точно нужно держаться от него подальше. Так, зеленый ключ я взяла. Ребята, еще одна записка. Не открывай внутри монстр, опять ТСП. Кто это такой ТСП? Ах, Доги, Доги, это ты? Да, это уже не тот Доги, что был моим другом. Это Доги-монстр. Ребята, а вот она дверь, дверь из этого парка. Так, беленький ключик, где же ты? Где же беленький ключик? Но пока у меня есть зеленый, поэтому давайте найдем зеленый замок. Так, ребята, где зеленый замочек? Да, если бы не было тут монстров и был день, тут было бы очень классно. Смотрите, сколько аттракционов, сколько всего. Так, здесь тир. Но мы с вами в каком-то сериале ужаса. Так, красненький ключик и еще одни пульки. Интересно, зачем нам столько пулик? Неужели мы будем так много стрелять? Я надеюсь, что сейчас не полезут из каждой двери зомби. Мы ограничимся вот этим клоуном. Смотрите, какой у него молоток здоровенный. Он хоть и разноцветный, такой яркий, но наводит ужас, ребята. Наводит ужасный ужас. Так, хорошо, что есть вот эти маленькие дверцы, потому что они позволяют немножко оторваться. Так, ребята, где у нас с вами были голубые замочки? Это я пою от страха, от шока. Так, друзья, вот-вот он замочит. Давайте его сейчас откроем. Я хочу открыть все двери. Знаете, может быть, этому клоуну стало грустно, все закрыто. Он разозлился. Что такое? Я живу в парке, все закрыто, ничего не работает. Давай буду охотиться за бабушкой. Я ему сейчас все открою. Может быть, он пойдет кататься и отстанет от меня. Ну, хотя это маловероятно, но все же мы попробуем. Так, ребята. Нет, все-таки мне непонятно, почему тут кладбище в центре парка. Ну, хотя этот мистер картошка очень странный, поэтому ожидать можно чего угодно. Ну, где же сам этот мистер картошка? Где же он скрывается? Я поменяла ключик на фиолетовый, и теперь мы с вами ищем фиолетовый замочек. Ребята, подсказывайте мне, потому что я старенькая бабушка, а я уже запуталась и ничего не помню. Где же, где фиолетовый замочек? Так, здесь нам нужно будет починить электронику. Вот, сейф, сейф. Открываем, а тут пистолет. Так, вот для чего нам нужно было так много патрончиков. Сейчас мы с вами зарядим пистолет и, наверное, будем стрелять. Стрелять в клоунах. Вот так, ребята. Жизнь складывается так, что нам приходится защищаться от клоуна. Потому что он совсем не хочет меня веселить. Он хочет меня убить. Он хочет меня съесть. Он хочет меня превратить в зомби. Ну, нет, ребята, мы с вами должны расследовать это дело. Кто это вообще все затеял, всю эту историю с монстрами. Пока ничего не понятно. Может быть, это пистолет, чтобы в теле стрелять? Нет, тут говорят, нужно стрелять из какого-то другого автоматика. А где мы его можем взять? Ой, смотрите, как красиво. Класс, так, фоточку на память. Все, ребята, сфотографировалось. На память, так сказать. Хотя, наверное, мне захочется забыть про этот день и про это место. Ну, не знаю, давайте посмотрим, чем это все закончится. У меня оранжевый ключик, я ищу оранжевый замочек. Ух, ребята, оранжевый замок, это оказывается Доги. А Доги монстр. Ну что ж, давайте рискнем. Доги, Доги, я надеюсь, что ты не будешь на меня нападать. Ребята, смотрите, здесь белый ключ. О, Доги охраняет белый ключ. Ну, Доги же был моим другом. Он не будет на меня нападать, правильно? Правильно, Доги. Но все-таки побыстрее отсюда убежим. Я надеюсь, что он не выберется из этой клетки и не начнет вместе с этим клоуном охотиться за мной. Ребята, представляете, если они вдвоем будут за мной охотиться? Все, считай, бабушка пропала. Надеюсь, что этого не случится. Итак, ребята, нам нужно с вами найти молоток и найти гаечный ключ. Потому что нужно починить всю электрику, открыть двери и бежать отсюда подальше. Мистера картошки здесь нет, здесь только страшный клоун. Так, ребята, опять я иду брать пистолет, потому что смотрите, как он близко. Все, я стрельнула в него и на 20 секунд клоун заморожен. Вы когда-нибудь видели замороженного клоуна? Ну, лучше и не видеть, ребята. Так, где же, где же гаечный ключ? Так, вот здесь еще пульки. Неужели они мне еще понадобятся? Неужели мне еще придется стрелять? Смотрите, Доги остается в этой клетке. Это, это радует. Спасибо, Доги, и на этом, что ты меня не атакуешь. Но где же молоточек? Где же ключик? Мне нужно очень вас найти. Вот спрятали, так спрятали. И знаете, когда наступает такой момент в игре, и ты понимаешь, что ты заблудился, ты не понимаешь, что надо делать, ты вспоминаешь, что у тебя еще и время ограничено. Ребята, осталось всего 4 минуты 40 секунд. Представляете? А я вообще не понимаю, что делать. Уже все замки я открыла. Всеми ключами попользовалась. Только вот эти пульки не взяла еще? Или взять пульки? Ну, давайте возьмем пульки. Что же делать? Не ходите же мне по кругу. Может быть, нужно выстрелить в этого клоуна еще раз? Может быть, когда используем все пульки, откроется какая-то потайная дверь? Все, я его заморозила. Теперь у нас дважды замороженный клоун есть. Ну, что же мне делать, ребята? Я не пойму, не пойму. О, дощечка. Дощечка, дощечка. Куда нам ее прислонить? Знаете, мы еще не ходили в цирк. Может быть, дощечка нужна там? Давайте посмотрим. Да, сверху есть какая-то линия как раз для дощечки. Ох, неужели мы нашли? Не мы нашли. А что мы нашли? О, гаечный ключ. Ура. И, кстати, тут тоже есть пульки, ребята. Запоминаем. Если этот клоун будет опять возле меня, то быстренько сюда бежим. Берем пульки, заправляем пистолет и пах-пах. Будет у нас клоун опять заморожен. Ну, а я сейчас починю электрику. Ура, ура. Сейчас заработает горка. Все, починила. Починила и горка не заработала. Правильно, но оч никого нет. Так, а что же мне теперь делать? О, вот этот еще фонарик. Починим. Так. И что? И что? Где-то была у нас еще красненькая кнопочка, которую нужно починить? Или это все? Давайте посмотрим. Внимательно нужно все обойти и посмотреть, потому что с замками мне кажется, что я справилась хорошо. Так, теперь нужно ключом все отремонтировать. Так, ключ я кладу. И сейчас мы с вами пойдем открывать желтый сейф, ребята. Та-да-да. Помните, в той комнате, где стеклянные двери стоял сейф? Сейчас мы его и откроем. А этот клоун опять за мной охотится. Я вообще-то не ребенок. Отстань от меня со мной. Не надо играть, меня не надо веселить. Я бабушка, старенькая бабушка. Я сама могу тебя развеселить. Только отстань от меня, клоун. Так, друзья, вот здесь у нас с вами сейф. Сейчас мы его откроем. Надеюсь, там будет молоточек. Ну-ка. Ух, это молоток. Но совсем не тот молоток, который открывает двери. Что мне делать с этим молотком? Этот молоток похож на какой-то... О, вот отсюда нужно будет стукнуть по вот этому аппарату. И что-то выскочит. И, наверное, выскочит нормальный молоток. Потому что нам не хватает только нормального молотка. Но сейчас только убегут. Это свиниль? Это два клоуна? Да-да, ребята, смотрите, я была права. Вот это у меня, конечно, интуиция. Я сказала, стукну сейчас по вот той игрушке, и появится молоток. Так и случилось. Но, ребята, что же нам еще нужно сделать, чтобы сбежать отсюда, от этой свиньи? Почему-то мне хочется этого клоуна называть свиньей. Ну, потому что поступает он как свинья, по-свински. Смотрите, преследует меня и преследует. Я поменяла свой молоток на пистолет. И сейчас, ребята, угадайте, куда я иду? Вы правы. Я иду взять пульки, чтобы третий раз заморозить клоуна. Пусть он у нас побудет замороженным. Потому что, честно говоря, он мне надоел. Смотрите, по пятам-попятам ходит. Так, знаете, и хочется забыться немножко и с ним поиграть. Но нет. Все, оставайся тут. Наверху. Пока спустится, тоже время потеряет, знаете ли. А я решила вернуться к горкам американским и получше посмотреть, ничего ли я там не пропустила. Для чего-то же я ремонтировала вот этот вход. А, ребята, смотрите, здесь пистолетик для тира. Какой-то интересный пистолет. Сейчас мы пойдем, стрельнем. И что нам будет выдано в тире? Ну, тут у меня как-то логика не работает. Я не представляю, что там в тире. Какую награду нам дадут? Плюшевого мишку? Я надеюсь, что награды не будет какой-нибудь клоун. Клоунов с меня сегодня хватит. Так, давай, клоун, поднимайся. Сейчас будем с тобой выступать на арене цирка. Итак, ребята, где наш тир? Сейчас мы будем стрелять. Надеюсь, что я попаду в яблочко. Ну-ка. Так, давайте стреляем. Пух-пух, смотрите, он стреляет водой. И мне дали какую-то карточку. Какой-то входной билет, видимо. И этот билет я сейчас, знаете, куда вставлю? Помните, возле двери с белым, с белым замочком был какой-то такой аппаратик, куда можно вставить карточку. Вот-вот-вот она. И надеюсь, что я сейчас сбегу. Ура, ребята, все. Все закончилось. Ура, ура. Эй, мистер Картошка, я тут. Хм, а вы кто такие? Зизи, как думаешь, она заражена? Пони, зараженные не могут разговаривать. Хм, да, ты права, я знал об этом. Привет, я Зизи, а это мой друг Пони. Приятно познакомиться с Зизи и Пони. А я бабушка Шушо. А что вы тут делаете? Мы пришли сюда, когда искали спасение. И нашли здесь безопасное место. О, смотри, а это тоже твой друг. А, Доги, ты как сюда пришел? Нет, это не друг, это один из них. Никакой паники, не волнуйтесь, у меня есть меч. Смотрите, что я сейчас сделаю. Опа. Спасибо, он был так близко. Давай, присоединяйся к нам. Здесь опасно оставаться. Хм, ребята, как бы мне поступить? Отправиться с ними или нет? Если хотите, чтобы я пошла за ними, то ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok